11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в не совсем привычном составе в студии Юлии Афанасьева. И Анна Лапшина. Добрый день. Добрый день. Ну, у нас первый час – спортивная тема, поэтому мы такие достаточно бодрые, несмотря на погоду. Мы готовимся бежать. Не все. Не все. Я сегодня буду единственный человек, видимо, который пока не готовится бежать, но, может быть, меня уговорят. Итак, наша первая тема. В первое воскресенье сентября в Кирове состоится полумарафон «Вятские холмы». И в нашей студии представители оргкомитета Андрей Рудин и Юрий Корчемкин. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Мы по ходу эфира будем связываться с несколькими участниками полумарафона. Но пока вот до первых звонков постараемся у представителей оргкомитета, у организаторов выяснить, что это будет. Во второй раз будет проходить мероприятие в том формате, в котором вот нынче он. Расскажите, да, как это будет выглядеть в этом году. Ну, в этом году мероприятие будет, как она уже сказала, точно в таком же формате, как в прошлом году. То есть никаких значительных изменений не предвидится. Давайте людям напомним, как было в прошлом году. Полумарафон «Вятские холмы» состоит из нескольких забегов, которые ориентированы на все группы населения, как на детей, так и на взрослых, на учащихся. Забеги детские 300 метров и 600 метров. Забег для школьников, студентов, начинающих бегунов 3 километра. И 10 и 21 километр для людей уже более подготовленных, для тех, кто пытается добиться каких-то результатов. То есть детские забеги — это дети, которые до школьники, да, и вот, я не знаю, начальные классы. 300 и 600 метров. 300 метров — это дети от 4 до 7 лет. И 600 метров — это, соответственно, от 8 до 12 лет. А давайте вспомним, сколько у нас участников было в прошлом году и сколько вы ожидаете собрать в этом? В прошлом году у нас было 1300 участников. В этом году мы надеемся покрыть рубеж в 2000 стартующих. А сейчас сколько зарегистрировалось? Уже идет ведь регистрация? Да, регистрация идет. Ну, мы приближаемся тихонько. К 2000? Нет, не к 2000. Но пока динамика более положительная, чем в прошлом году. То есть людей регистрироваться. Ну, вчерашний день был в 4 раза больше, чем на эту же дату в прошлом году. Хорошо. Давайте теперь по маршруту немножечко проясним ситуацию. Он идет по улицам города, стартует на театральной площади. Малыши бегут только по театральной площади или по улицам? Да, малыши бегут только по театральной площади, один круг 300 метров. 600 метров бегут вокруг здания правительства. 3 километра 10 и 21 бегут по Октябрьскому проспекту с забеганием на театральную площадь каждый круг. Я обращаю внимание тех, кто не очень близок к спорту и не очень любит бегать. Если вы любите ходить пешком, пожалуйста, ходите вокруг здания правительства. 600 метров кругу. Ребята, у меня такой вопрос по поводу дистанции по Октябрьскому проспекту. Все, кто бежал в прошлом году, помнят совершенно адский подъем по Октябрьскому проспекту от улицы Московской до Герцена. Это очень тяжело. Там на 10 километров тяжело, на 21, ну, понятно. Почему именно по этим улицам проходит дистанция? Почему не выбрали какой-то там более, не знаю, простой маршрут без таких подъемов, спусков? Ну, после подъема идет спуск. Сами же сказали, да, после адского подъема прекрасный спуск. Нет, ну, мы же понимаем, что это непросто, да. Есть профессиональные бегуны, которые, ну, наверное, там этим занимаются, зарабатывают деньги. И есть любители, спортсмены. Ну, это реально очень тяжело. Почему именно там проложены дистанции? Ну, город у нас стоит на семи холмах, да, мы знаем, поэтому без холмов не обойтись. Нет, подождите, все-таки. Полумарафон называется Юля, Вятские холмы. Нет, я знаю, как называется полумарафон, но все-таки хочется понять, почему дистанция проложена именно по Октябрьскому? Ну, наверное, я тут добавлю. Юрий? Почему мы хотим провести красочное, яркое спортивное мероприятие, даже не спортивное, а такой большой корпоративный семейный эвент в хорошую погоду в сентябре месяце, в начале солнечных дней, первых осенних. Мы хотим, чтобы все жители в этом поучаствовали, чтобы это было именно в черте города, чтобы жители ощутили праздник в черте города, чтобы к нам приехали жители других регионов именно сюда, в центральную часть города, на центральную площадь. Как вы знаете, у нас в городе нет ни одного прямого участка, где можно было бы сказать, что вот здесь у нас взлет на полосе, единственное, это аэропорт, но не будем там бегать, конечно. Ну, кстати, да, да, аэропорта как раз 20 километров. Да-да-да, это на размышления. Тогда потом обратно еще придется бежать. Что касается прошлого года, то мы на самом деле сами удивились, что, ну, вроде как рельефно от дистанции, спуск подъем, спуск подъем, наверное, будет тяжело. Но, как оказалось, у нас многие участники поставили свои личные рекорды, что любители, что профессионалы, то есть они тоже думали, что тяжело, трудно, но на самом деле никто не высказался о том, что вот ноги выбивало, что-то еще. Что-то было бы происходило. Быстрый получился поломарафон, да. Все удивились тому, что вроде как и повороты есть. Ну, в этом на нашей сайте изюминка, что у нас есть всякие разворотики, можно пробежаться вдоль аллеи, и приезжие участники как раз таки выразили благодарность, что у меня вот такая вот трасса получилась, несколько кругов и по аллее, и заходом с поворотами, и, конечно, рекорды, и призы, и так далее. А я правильно понимаю, что Октябрьский-то проспект выбран именно потому, что есть аллея, и можно не перекрывать движение? Ну, отчасти да. Да, то есть здесь достаточно удобная инфраструктура для того, чтобы проводить именно беговой старт, беговое событие. Единственное, что хотелось бы в дальнейшем дистанцию чуть удлинить, что когда-нибудь мы дорастем до марафонской дистанции. Это сколько? Это 42 километра. Это 42 километра. Я напоминаю нашим слушателям, не все в курсе. Да, и, конечно, на такие уже события, на марафоны приезжает большое количество людей. Как вы знаете, в России очень много стало стартов спортивных, очень много беговых событий. Вот, практически каждый регион представлен чем-то. И жители других городов, общаясь с ними, мы поняли, что к нам в город готовы приезжать, потому что здесь будет что-то новое. Что-то новое отлично от других. И в этом как бы наша изюминка, наши холмы. То есть что-то новое, это наша трасса как раз, да? Да, да. Качество нашей трассы. Наша трасса, наши жители, наши отношения к приезжим участникам. То есть они, в принципе, все высказываются очень положительно о том, что приехали в наш город и классно провели время, познакомились с новыми людьми, пообщались. Наша площадь, она достаточно открытая площадка, где все участники могут общаться легко друг с другом. То есть как с правительством области, так и с бизнесменами и так далее. То есть все это проходило в рамках вжатых таких, но при этом все получили большое удовольствие. А правительство области бежит в этом году? Ну мы надеемся. Кто бежит, кто эти люди? Мы пока не знаем, но приглашение мы приглашаем. Это сюрприз будет. Для всех и для организаций тоже. Юрий, я правильно понимаю, что вы организуете такие спортивные забеги также в других городах, не только в Кирове? Ну нас приглашают периодически провести, поучаствовать в спортивных событиях, помочь в организации. Какие-то такие вещи, связанные с хронометражом, в том числе с методикой проведения соревнований, показать, рассказать и поучаствовать. Вот чем там отличаются трассы, например? Ну именно трассы отличаются, сами города отличаются друг от друга, окружающие ландшафты, дороги, в принципе. Ну вот в Казани недавно был забег, да? Помните? Ну конечно. В Казани холмы не меньше, там подъемы есть такие же. Ну да, расскажите. Андрей? Казани, единственное преимущество перед нами, то что город побольше, да, у них получается сделать, допустим, даже марафон у них получается сделать одним кругом, да, 42 километра. У нас город не такой большой, поэтому нам приходится несколько кругов делать. В плане рельефа у них тоже достаточно, ну непростой рельеф. У нас интересно, интересно этот именно спуск, подъем, это интересно для бегунов. То есть они выкладываются в подъем, потом отдыхают в спуск, хотя в спуск, в принципе, тоже нужно. Кто-то выбивает колени в спуске. Нужно, да, конечно, учиться, тренироваться, бегать в спуске, потому что это не так просто. И правильную обувь. Да, и правильную обувь, конечно. Можно как выиграть, так и проиграть на спуске очень много. Про Казань еще хотела сказать. Да, давайте. Чем Казань классная и отличается от тем, что у нее достаточно большое культурное наследие в виде архитектурных памятников и так далее, и так далее. То есть люди, помимо того, чтобы пробежать дистанцию, да, они в дальнейшем просто путешествуют по городу, проводят время там один день, два дня. Я думала, они в процессе прямо дистанции. Бегут и любуются. Бегут и любуются достопримечательностями. Это только тот, кто марафон бежит, любуется. Да, ну, у нас чем хорошо, даже может быть не в отличие от Казани, а также хорошо, то, что у нас зрители не сильно поддерживают. То есть стоят, давай, 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 поддерживают, кричат, и даже с нашим вятским говором это все классно. А в Казани не поддерживают, что ли? В Казани тоже поддерживают, да. А по поводу трассы. Она в Казани тоже проложена по городу, да? Да. То есть это исторический центр, Кремль. Да, да, да. То есть таких стартов практически в каждом городе проходят, кроме, ну, наверное, не знаю, в Самаре, не знаю, есть. Нет, ну, в этом году очень много стартов появилось. Практически каждый город сейчас проводит какой-то крупный беговой такой ивент. Каждый город России или каждый город ПФО, вот мы так анализируем? Каждый город России, наверное. Более или менее крупный какой-то областной центр, да. Везде есть какие-то спортивные события. Марафон, полумарафон, такие вещи проходят. Триатлон. Триатлон, да. Ну, триатлон, кстати, как раз не в каждом городе проходит. Не каждый город может позволить себе провести триатлон. И это, конечно, наша прелесть. Ну, напомню, что проходил у нас, да, проходил в Казани, насколько я помню. Нет, в Казани еще только будет. А, в Казани будет финал, да? Нет, в Казани будет Айронстар-Триатлон, так же только длинная дистанция, два раза длиннее нашей. А потом финал в Сочи? Ну, в Сочи будет самая длинная дистанция. Последняя там, да. Последняя. Так, нам сейчас нужно прерваться на перерыв. Я напомню, что разговариваем мы о полумарафоне «Вятские холмы», который пройдет в первое воскресенье сентября. Буквально на минутку мы прервемся и очень скоро вернемся в студию. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии Анна Лапшина и Юлия Афанасьева. Наши гости Андрей Рудин, Юрий Корченкин, представители оргкомитета полумарафона «Вятские холмы». Ну, мы немножко отвлеклись, Юлия, с тобой. Немножко уехали, отошли из Кирова. Немножко, да, отошли. Давайте вернемся в Киров. В родной город. И поговорим о том, все-таки, что же дают нашему городу такие мероприятия в плане привлечения туристов, в плане туристической привлекательности и вообще, может быть, настроения, энергии, драйва. В первую очередь, не только городу, но и жителям города это дает очень много. Мы, проводя этот полумарафон, эти забеги, мы даем возможность всем жителям города присоединиться к этому нашему общему празднику, к этому беговому движению, которое становится все более и более массовым. Во всей стране оно растет, ширится. И у нас появилась такая же возможность уже второй год подряд. Да, да, и дети, и взрослые, и всей семьей там, и корпорации, и коллеги по работе могут прийти и все вместе пробежать, поучаствовать в этом забеге. И все сборы будут потрачены на реализацию благотворительного проекта «Верю в тебя». Да, да, мы помогаем детям из детских домов начать заниматься спортом, отправляем их на соревнования. Они приедут сюда, на Вятские холмы пробегут здесь. Этот забег мы выявим среди них сильнейших, и в дальнейшем они будут тренироваться с профессиональным тренером и поедут на соревнования «Русская зима». Это вот та команда, которая и победит, да? Я, насколько понимаю, вот от организаторов есть у меня информация, что разослали приглашение 8 детских домов по всей Кировской области на Вятск, ну, понятно, да, Белая холуница. Тужа, Спицынский детский дом Юрья, Уржом, Налинская, Сосновка. И Сосновка, по-моему, уже подтвердила участие, и выдвигают, выставляют они в этом году на соревнования большую команду, чем была в прошлом году. То есть в прошлом году, по-моему, было меньше 10 человек. В этом году, говорят, будет 12 бегунов от Сосновского детского дома. Вот, кстати, по поводу благотворительности. Скажите, пожалуйста, сколько в прошлом году получилось собрать денег на взносах? Порядка 360 тысяч рублей, по-моему. А потрачено на организацию было? Значительно больше. Значительно больше, да. Ну, мои данные больше 2 миллионов. Ну, около того. Вот объясните мне, пожалуйста, в чем смысл финансовый? По привлечению внимания, продвижению спорта, это, в принципе, все понятно, да? Но в чем смысл потратить на организацию и мероприятие больше 2 миллионов и собрать при этом 400 тысяч? Вот он есть? Вы видите? Ну, пока мы только вкладываем в развитие этого проекта, да, в дальнейшем мы надеемся, что он станет и коммерчески привлекательным. Он станет привлекательным не только для нас, как и для организаторов, но и для тех спонсоров, партнеров, которые с нами участвуют в этом проекте. Хорошо, давайте к партнерам и спонсорам сейчас. Вот я, насколько знаю, в организации работы с детскими домами помогает аппарат ГФИ, да, главного федерального инспектора, за что им большое спасибо. В этом году они подключились. Но видите, есть огромное количество каких-то коммерческих структур, да, которые участвуют. И я не знаю, как у вас это все устроено. Вот, опять же, там для меня это все в новинку. Я знаю только благотворительные забеги, которые проводят, например, наши организации «Родители детей и инвалидов. Дорога и добра», да? И у них вступительные взносы для представителей коммерческих организаций и команд от коммерческих организаций, они значительно больше, чем вступительные взносы для просто участников. У вас так же все устроено? Ну, маленько не так. То есть у нас есть с нашими партнерами соглашения, да, спонсорские соглашения. А мы, в свою очередь, им за эти спонсорские соглашения мы им предоставляем слоты для участия в нашем забеге. Количество квот? Ну, в зависимости от контракта. Понятно. А сколько таких крупных партнеров? Наш генеральный спонсор – это завод «Сильмаш», компания «Нонолек», автосалон «Агат», «Тойота», «Киров». Ну, то есть вот все эти компании как раз помогают вам организовать мероприятия, потому что там очень много внутренних расходов, да, на первый взгляд, незаметных. Это и медали, которые в прошлом году были совершенно чудесные. В этом году у меня эта медаль висит на стенке до сих пор, я ее горжусь. А они уже сделаны, по-моему, да? Да, медали уже сделаны, но они уже на пути в Киров. Это и футболки, и трекеры, и банально оформление театральной площади. А вот я еще хотела мысль одну высказать по поводу как раз финансовой составляющей. Наверное, сейчас все-таки смысл мероприятия не в деньгах. На данном этапе, конечно, нет, да. То есть мы пока что ничего здесь не зарабатываем. А вообще где-то вот на таких мероприятиях получается заработать? Ну, конечно, когда на московский марафон выходит уже там по 30 тысяч человек, то я думаю, что они уже заработают. Там на одних оргвзносах, наверное, да? Да, у нас на связи, мне подсказывает наш редактор, как раз компания «Нанолек», один из ваших партнеров. Алена Кольцова, директор по корпоративным коммуникациям компании «Нанолек» и участник полумарафона. Алена, добрый день. Добрый день. Да, Алена, добрый день. Юлия Фанасьева, Анна Лапшина. Мы говорим сегодня о полумарафоне «Вятские холмы». Алена, в этом году команда «Нанолека» побежит в каком количестве? Ну, смотрите, сейчас на данный момент у нас 25 взрослых и 14 детей. Ничего себе. Это немного больше, чем в прошлом году. И я думаю, что не конец регистрации. Поэтому мы ждем наших коллег и всячески их агитируем. И напоминаем им о том, что третье число уже близко. Алена, скажите мне, пожалуйста, это вот сотрудники, которые в Кирове базируются, или это часть вашей московской команды, скажем так? В основном это Киров. Москву мы оповестили. Но сейчас будем еще ближе к дате тоже напоминать. Но в Москве мы уже на самом деле пробежали. Да, а мне вот тут подсказывают, что вы в Москве в марафонах участвуете постоянно. Да, да. Ну, на самом деле, корпоративной командой у нас получилось в этом году первый раз. И был такой приятный дебют. Мы бежали в московском мероприятии за бег корпораций. И даже те, кто не побежал, просто приехал поболеть, они согласились в следующем году участвовать. То есть это такой процесс, такое мероприятие, которое очень сильно заводит, очень сильно людей вдохновляет. И даже те, кто не бегал, в принципе, не поняли, что ничего в этом страшного нет, что все достаточно просто. Было бы желание и была бы поддержка. Она у нас всегда есть. Алена, а вы в этом году в Кирове сами побежите? Я планирую, да. Если только не вмешается в большое мероприятие в другом городе, то да, да. Какую дистанцию? Я попробую 10 километров в этом году. В прошлом году я бежала 3 километра, но, честно говоря, до этого я только месяц бегала. И, собственно говоря, Вятские холмы – это был первый мой стимул к бегу. Поэтому я очень благодарна этому мероприятию, именно лично от себя, потому что я нашла для себя любимое занятие, которое мне придает и физические силы, и эмоциональные силы. Это, конечно, очень здорово. Вы готовитесь сейчас к марафону? Нужна вообще специальная подготовка или нет? Ну, так, наверное, каждый сам по себе. То есть здесь мы... Каждый бегает, каждый тренируется в своем режиме. Но у нас есть два сотрудника, которые побегут 21 километр. Самую длинную дистанцию. Да, да-да-да. В прошлом году у нас был только один участник. Это наш президент. Не знаю, как он в этом году. А вот, кстати, да. Да, это важно. Кто вот из руководства вашей компании бежит? Мы надеемся, да. Просто у нас, возможно, совпадение дат с другим мероприятием, на котором мы, московская команда, должны будем быть. Но это не спортивное. Это больше про бизнес. К сожалению. Если оно не случится у нас, то мы обязательно приедем. И я думаю, что будем смотреть либо 10, либо 21. То есть как бы не меньше точно. У нас спортивное руководство. И в этом плане они молодцы. Ален, а еще вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто вообще принимал решение и в прошлом году, и в этом году о том, что ваша компания участвует в марафоне? И вообще поддерживает его? Ну, вы знаете, нам предложили, предложили мне. И я просто принесла эту идею в коллектив и к руководству. И здесь все поддержали. И как-то неожиданно активно и здорово. И сами сотрудники, и члены семей. Поэтому я думаю, что здесь просто идея, она пришла извне. Но самое главное – общая поддержка. Ну, мне кажется, вот все, кто знает Алену Кольцову, кто лично с ней знаком, кто сталкивался с ней на каких-то бизнес-мероприятиях в Кирове, понимают, что Алене Кольцовой очень сложно отказать. Когда такая девушка приходит, приносит бумаги и говорит, надо, чтобы мы поучаствовали. Спасибо, спасибо. Спасибо, да, Ален. Просто когда, да, люди одного общего духа и настроения, и даже те, кто не бегут, они все равно поддерживают. Поэтому тут вот, наверное, мы все вместе. Молодцы, и организаторы молодцы, и многие другие участники. Это, конечно, здорово. Я помню, в прошлом году у Нарека была очень дружная команда, если я не ошибаюсь, 28 человек. Я помню, как вы друг друга поддерживали. Надеемся, в этом году всех вместе вас тоже увидеть на старте. Алена, спасибо вам большое. Это была Алена Кольцова, директор по корпоративным коммуникациям компании «Нанолек» и участник полумарафона «Вятские холмы». Алене, спасибо. А я должна зачитать то, что мне пишет редактор. Только что организаторы сообщили, что компания «Лайт» разместила в своих офисах объявление с призывом участвовать. И в компании уже много обращений от сотрудников и клиентов, которые действительно хотят принять участие в полумарафоне, что очень приятно. Так, возвращаемся к нашим гостям в студии. У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы каким-то образом стимулируете крупные именно компании участвовать в мероприятии или нет? То есть вы заинтересованы в том, чтобы как можно больше было бизнеса, каких-то больших компаний? Потому что действительно там большие команды же заявляются. Мы привлекаем, конечно, корпоративные команды. Для корпоративных команд мы предоставляем скидку в размере 20%. На взносы? Да. От скольких человек должна быть корпоративная команда? Ну, вообще минимум 3 человека. Ну, минимум 3 на каждую дистанцию по человеку. Ну, это чтобы быть в зачете. То есть если мы хотим, чтобы команда попала в зачет, то нужно по одному человеку на каждую дистанцию 3, 10 и 21. Если же просто поучаствовать в команде, допустим, нет человека, который побежит 21 километр, ничего страшного, можно заявиться и так. То есть 3 человека на любые дистанции. Просто будет команда, но она не попадет в рейтинг. То есть получается, эта скидка 20% на корпоративную команду действует на количество от 3 человек. В принципе, каждый может регистрироваться сам, просто потом сообщить организаторам стартовые номера. Нет, маленько не так. То есть должна быть заявка от команды. Именно корпоративная? Да, корпоративная заявка. И уже по этой заявке мы присылаем промокод, высылаем промокод, и они регистрируются. Либо самостоятельно регистрируются по этому промокоду, либо их там регистрирует кто-то из команды. А сайт Забега как раз предусматривает такую возможность выслать заявку на корпоративную команду, да? Андрей Рудин и Юрий Корчемкин в нашей студии. Я напоминаю, мы вернемся к разговору с ним. После небольшого перерыва у нас двухминутная реклама. Мы продолжаем дневной разворот. Анна Лапшина, Юлия Фанасьева. И снова здравствуйте. Наши гости Андрей Рудин и Юрий Корчемкин, представители оргкомитета полумарафона «Авиатские холмы». И у нас на связи еще один спикер. Насколько я понимаю, это Андрей Несветаев, участник полумарафона, совладелец кафе «Сушилка», кофейн «Арт кофейня», кафе «Бара Фабрика». Андрей, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Андрей, давайте с места в карьер. Зачем бежите? Не знаю. За здоровьем, за эмоциями, за настроением. Вы в прошлом году тоже принимали участие в полумарафоне? Нет, я нет. Партнер принимал участие. В этом году мы решили принять участие сами все и в том числе привлечь наших сотрудников. У вас, насколько я знаю, пока самая большая команда. Чуть ли там не 50 человек бежит у вас, да? Ну да, практически. Так. Вы сами какую дистанцию вы бежите? Я пока небольшую, 3 километра. Это тоже достойно уважения на самом деле. А вот все-таки сподвигло вас что принять участие? Наверное, то, что мы всегда, во-первых, стремимся к спорту, во-вторых, вот что касается сотрудников, мы работаем в сфере гостеприимства, и, ну, хорошее обслуживание может давать только довольный человек. Вкусную еду можно готовить только довольный сотрудник. Поэтому мы, конечно, постоянно думаем, как радовать наших сотрудников, как держать их в тонусе, в настроении. Поэтому вот спортивные мероприятия, наверное, это самый подходящий момент для проведения вот мини-корпоративов, назовем это так даже, да. А, то есть это у вас такое прям корпоративное мероприятие, корпоративное мероприятие участия в благотворительном полумарафоне, да? Такое объединяющее. Да, можно так сказать. А много человек у вас бегут 21 километр? Одно. Ого. Андрей, да, скажите, пожалуйста, а вы как-то дополнительно вот сотрудников мотивируете? Или, может быть, я не знаю, призы какие-то готовите вот для тех особенно, кто 21 километр побежит? Дополнительные два дня отпуска? Конечно, будут призы, конечно, будет какой-то, может быть, даже автопати, но ребят мы этим не мотивировали. То есть было просто приглашение поучаствовать. Мы даже не знаем пока, какие будут призы, как мы будем потом встречаться. То есть ребят это не мотивировало. Мы им это не обещали и не рассказывали. То есть они бегут вот за идеей. За идеей и за эмоциями. Все верно. Андрей, спасибо большое. Андрей Несветаев, участник полумарафона, совладелец кафе Сушилка, кофейн, арт-кофейня, кафе-бара, фабрика. Я надеюсь, что, к примеру, Андрея последуют очень многие наши кировские бизнесмены. И вот эта вот такая объединяющая история, она для нашего города тоже будет, ну, такого, не знаю, своего рода фишкой, что ли. Давай, Аня, еще вспомним о паре орг-моментов. Так. А все, кто побежит на авиатских холмах в этом году, должны будут принести справку от терапевта, правильно? Да, медицинскую справку допускную. Что они здоровы, у них нет противопоказаний. Если вдруг вы не успеете сходить к своему терапевту заранее, то можно будет это сделать прямо в день мероприятия. Насколько я понимаю, на площади будут работать медицинские пункты. Расскажите, пожалуйста, Андрей, где, во сколько и сколько это будет стоить? Ну, у нас регламент в этом году маленько отличается. Если в прошлом году регистрация была за день до старта на театральной площади, то в этом году она будет проходить во Дворце молодежи на Красноармейске. Тоже за день до старта, во Дворце молодежи. Там можно будет получить стартовые номера. И если у вас вдруг не оказалось медицинской справки, то там ее можно будет оформить. А прямо вот в день забега на театральной площади тоже можно будет это сделать? В день забега на театральной площади тоже это можно было сделать. Но я бы все-таки не рекомендовал откладывать это до последнего дня, потому что времени на регистрацию в день старта немного. То есть в 8 часов открывается стартовый городок, в 10 часов уже первые забеги. И если большое количество людей не получит к этому моменту старта... Можно не успеть. Да, можно просто не успеть, либо простоять в очереди, что тоже не очень приятно. А без справки вы категорически не допускаете? Ну да, так устроено наше российское законодательство, что мы не имеем права этого делать. Потому что вы несете ответственность как организатор, если вдруг, не дай бог, что-то случится. А эти вот люди, они должны сходить только к терапевту или еще к кардиологу, например? Мне кажется, это терапевт направляет уже. Справки от терапевта достаточно, да. Хорошо. У нас на связи есть еще один участник забега, точнее, участница. Это Оксана Ковтуненко, участница полумарафона и пиар-менеджер спортивного клуба «ФИДС». Оксана, добрый день. Доброго дня. Да, Оксана, здравствуйте. Юлия Аханасьева, Анна Лапшина в студии. Мы говорим сегодня о полумарафоне «Венские холмы». Привет. Да, привет, Оксана. Зачем бежишь? Ну, конечно, в первую очередь, потому что я люблю бег, потому что я давно уже со спортом и фитнесом, и наша команда спортсменов всегда готова, собственно, свои умения, усилия, спортивное проявить, а тем более, когда цель марафона более чем приятная, это благотворительность. К тому же проект «Верю в тебя», когда он раньше еще был право на срочи, то мы поддерживаем давно. Сколько человек побежит от вашего фитнес-клуба? Вот сейчас собираемся, собираемся с силами, потому что в первую очередь наши тренеры – это спортсмены, действующие, выступающие в самых различных видах спорта, и у них с сентября уже начинается соревновательный сезон, поэтому не все уверены в своих силах, ну как в силах уверены, но нужно же спортивную форму поддерживать определенным образом. И вот сейчас, думаю, что три километра побегут, как и в прошлом году, много человек, у нас было где-то 11, а вот 21,10 сейчас собираем бойцов. Так, а Михаил Власов, по-моему, он в Казани бежал полумарафон. Да, Миша бежал полумарафон в Казани. В эти выходные Миша отправляется на марафон. Называется он «Марафон бойцовский». В общем, там бегут все спортсмены, которые выступают в единоборствах, в каких-то силовых боевых видах спорта. Вот, он побежит 10 километров. И я думаю, что уже полумарафон, наверное, тоже готов оселить. Понятно, значит, он вернется, и вы к этому вопросу также вернетесь. Да, да, да. Оксана, скажите, пожалуйста, ваши тренеры сейчас продолжают заниматься с детишками из домов-интернатов Кировской области? Я знаю, что и раньше вы активно поддерживали и занимались. Да, вы знаете, наши тренеры периодически, часто бывают выходные, насколько помню, раз в месяц. Ну, конечно, по возможности к ребятам отправляются и в Тужу, и в Сосновку, проводят там девчонки стрейчинг, растяжку, занятия по аэробике. И наши замечательные тренеры-боксеры Женя Ковалев и Стас Жилин всегда с радостью к мальчишкам приезжают, проводят тренировки по боксу. И вот, кстати, очень ребята были у нас в гостях. Очень здорово. Оксан, мы ждем вас на старте в этом году в максимальном составе. Я помню вашу команду в прошлом году, или они летели быстрее ветром мимо всех участников. Да, они же тренированные все. Да, и наши члены клуба тоже к нам присоединились в том году, и надеемся, что в этом тоже наша команда будет еще больше. Да, спасибо Оксане. Это была Оксана Ковтуненко, участник полумарафона и пиар-менеджер спортивного клуба «ФИЦ». Я должна, у меня тут просто вот очень много информации, которая поступает, скажем так, из всех источников. У тебя ноутбук, и тебе все пишут. Ну, во-первых, конечно, мне организаторы сообщают оргкомитет, что точно бежит уже, это известно, да, компания «Железно», девелоперская компания «Железно». Юрий Захаров возглавит команду, готовится сейчас активно. Юрий Захаров бывал здесь у нас, да. Во-вторых, значит, по всем районам, насколько я понимаю, Кировской области разосланы письма с предложениями главам районов возглавить команды бегунов. Не знаю, какие будут ответы, но я очень надеюсь, что нескольких хотя бы активных глав мы увидим. Потому что, например, в Верхошижемском районе, ты же знаешь, да, там лыжи, вот это вот все, спорт очень развит, и там такой достаточно молодой активный глава района. Да, я надеюсь, что, может быть, он и приедет. Анна Альминова, заместитель министра спорта, сообщает нам, что из Куменского района минимум 200 человек бежит. Активно подключаются маленькие вообще детки, прям вот совсем детсадовского возраста. Не протолкнутся в этом году будет на Октябрьском проспекте. Самому маленькому зарегистрированному участнику марафона, вот сейчас, на настоящий момент, которые зарегистрированы 4 года. 3,5 самому маленькому, это мой сын. А, так, все понятно. А вы зарегистрировались уже? Да, мы зарегистрировались всей семьей, мы побежим все вместе. В прошлом году я бежала одна десятку, а мои мальчики за меня болели. В этом году мы побежим семейно. Ребенок 3,5, а мы с мужем все-таки по тройке. 3,5 километра? Нет, наверное, 300 метров. 300 метров, конечно же, а мы с супругом по 3 километра. По 3 километра. Хорошо. Самому старшему участнику на настоящий момент 59 лет. О, в прошлом году, кстати, именно опытные спортсмены выступили настолько хорошо, когда они завершали полумарафон. Такие овации стояли на финише. Это было что-то непередаваемое. Мы там все прямо плакали, мне кажется. Я очень надеюсь, что в этом году наших участников не подведет погода. Вот, пожалуйста, просто. Мы все будем просить, наверное, об этом. Проверим, насколько хорошая у нас карма. И, наверное, вот последний вопрос к Андрею и к Юрию. Ребят, для начинающих спортсменов, которые хотят пробежать свою первую в жизни дистанцию, пусть это будет 3 километра, как правильно готовиться? Можно попробовать прийти на открытые тренировки, которые мы будем проводить. У нас планируется еще 2 открытых тренировки до полумарафона. Мы о них дополнительно сообщим во всех наших информационных ресурсах. Это и в группах ВКонтакте, и в Фейсбук. А группа как называется? Так и называется. Вятские холмы. Так и называется группа ВКонтакте, в Фейсбуке и в Институте. Сайт вятскиехолмы.рф. Вятские-холмы.рф, да. Группы ВКонтакте и в Фейсбуке. Пока не известно время и место открытой тренировки. Ориентировочно в конце этой недели и в конце следующей недели еще будет по одной тренировке. Может быть там, я не знаю, диета специальная, что-то есть, что-то не есть. Что-то не пить. Некоторые опытные спортсмены говорят, что нужно закинуться углеводами накануне забега. Но углеводы явно не помешают. Потому что большой расход энергии. Особенно я рекомендую углеводную закидку сделать самым начинающим нашим спортсменам. Это тем, кому 3,5-4 метра на дистанцию 300 метров. Юля, чтобы хватило топлива доехать. Тут нужно два момента учесть. Первое, это чтобы он выспался, конечно же. И второе, обязательно-обязательно углеводная закидка в виде сладостей, вкусняшек, конфет. С утра? Да, и с утра, даже во время можно давать. Тогда это поднимает настроение. Шоколад, конфетки, это все так хорошо. А в разные ветвины забеги. Так, 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 хорошо, подождите, хорошо. А взрослым что делать? Еще я бы хотел сказать про детей. Прекрасный повод родителям все вместе прийти. Потому что в этот день у нас большое количество развлекательных программ планируется для маленьких детей. То есть пока родители бегают, дети всегда будут под присмотром и заняты тем, что какими-то развлекательными вещами. После того, как они пробегут, они могут спокойненько заниматься ежами и так далее, и так далее, и так далее. То есть для них углеводная загрузка будет со всех сторон. Хорошо, у нас есть еще вот буквально полминуточки. Давайте мы про призы еще скажем. Очень коротко, правда. Есть конкурс в Инстаграме. Да, есть конкурс в Инстаграме, где по хэштегу «Вятские холмы 2017» разыгрываются кроссовки Nike. За лучшую фотографию. Да, за лучшую беговую фотографию. Кто больше всех лайков наберет, тот, соответственно, выиграет кроссовки Nike. И главный приз? Скажем так, не приз, а так же, как в прошлом году, это будет лотерея. Среди всех участников забега на 21 километр будет разыгрываться путевка на один из международных марафонов. Крупных марафонов, которые пройдет, наверное, уточнится, куда все-таки локации. Я бы еще добавил, что в каждой возрастной категории, естественно, будут разыграны тоже комплекты наград, призов от партнеров, спонсоров. Ну, для лучших. Да, да, да. Для тех, кто показал лучший результат. Совершенно верно. Ну, и, наверное, в конце стоит сказать, что вот мы все говорим про детский спорт и о том, как вырастить здоровых детей, отвлечь их от компьютеров. Подавайте им пример своим собственным поведением. Бегите сами, приводите своих детей бежать, болеть. Пусть дети берут пример с родителей. Ну, и, в конце концов, да, вот надо поддержать же все-таки. Это такая наша фишка. Возрожденные, я так понимаю, да, все-таки вот такое массовое спортивное мероприятие. Мне кажется, что, конечно, это вот такая визитная карточка Кировской области. И это тоже важно. Это слез радости на финише. Важно участвовать. Да, спасибо большое нашим гостям. Андрею Рудину, Юрию Корченкину, представителям оргкомитета полумарафона «Вятские холмы», Анна Лапшина и Юлия Афанасьева. Не прощаемся, вернемся в начале следующего часа. Спасибо. Спасибо.